Это кадры с прошлогоднего женского кубка чемпионов УЕФА. Тогда региональный клуб Рязань ВДВ сыграл с французским Олимпик Леон. Это не первая игра женского клуба в таком мощном чемпионате. Многократный чемпион России, финалист кубков России, участник Лиги чемпионов, то есть команда очень титулованная. За 24 года своего существования команда 4 раза была чемпионом России, 4 раза участвовала в Еврокубках под эгидой УЕФА. Всех титулов и не перечислить. Поэтому тренер скромно использует слово «титулованное». Однако совсем недавно команду постигла новость. До годовщины клуб может и не дожить. Его закрывают. Узнали после игры с Краснодаром. Это было 11-го числа. До 12-го числа узнали, что будет какое-то заседание. И по итогу прочитали в интернете то, что клуб собираются ликвидировать. Для нас это было очень шоковым состоянием. Но мы не собираемся сдаваться. У нас впереди 17-го числа матч ЦСКА, кубковая игра. И мы будем бороться. В региональном Минспорте заявили, что команду закрывают из-за больших финансовых затрат. Однако доиграть сезон 2020 года клубу дадут. Елизавета Лазарева в команде 3 года. Сначала играла за дублирующий состав, потом попала в основу. Первый же сезон закончился для нее успешно. Команда стала первой в чемпионате. Второй – серебром. Сейчас сетуют, что очков в чемпионате набрали не так много. Но надежды команда не теряет. Говорит, что наоборот, хотят показать своей игрой, чего на самом деле стоит Рязань ВДВ. Мы в инстаграме много постов выкладываем, чтобы об этом знали люди, чтобы об этом говорили. Болельщики пишут нам, поддерживают, говорят не унывать. Все только с хорошими намерями пишут нам. Футбольному клубу Рязань ВДВ осталось сыграть 4 игры в сезоне. Предстоящая будет в эти выходные 17 октября. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова